Настоятель Фокинского храма Иерей Роман для воспитанников воскресной школы читает новый, но необычайно важный для современной молодежи предмет – культура семьи. Что же такое настоящая русская семья? Какие кризисы она переживает в нынешнее время? Какие идеалы мы упустили из виду? И так ли мы воспитываем наших детей? На эти и многие другие вопросы ребята с отцом Романом ищут ответы на воскресных уроках. Побывав в этом году на рождественских чтениях в Москве, отец Роман с визитом посетил Кострому и был приятно удивлен, что в местных школах при поддержке отдела образования города для дополнительного изучения введен предмет – культура семьи. Он преподается для старшеклассников и, самое главное, нравится детям. Отрадно, что такие предметы с недавнего времени появились и в приморских школах. Потому что в этой сфере среди молодежи большой пробел, к сожалению. И самая яркая иллюстрация – это статистика в ЗАГСе. По решению суда прекратили свой семейный союз 44 семей. И 17 семей добровольно пришли к нам в отдел ЗАГС и зарегистрировали расторжение брака по взаимному согласию. Хочу еще сказать, что самый активный возраст разводов, если можно так сказать, от 25 до 39 лет – это почти 60% разводящихся. Нововведение появилось на базе воскресной школы в сентябре. У равнодушных людей сразу появляется вопрос. Что же можно рассказать на этих уроках? Оказывается, есть целый ряд учебников на эту тему. По одному из них под одноименным названием «Культура семьи» и занимаются ребята. В нем, как в любом другом учебнике, есть параграфы и главы, только темы касаются всех и каждого. И дети с живым интересом участвуют в обсуждении вопросов. Семья – это некий союз детей, родителей и, собственно, жены и мужа. Без этого семья может распасть. Если в семье нет любви, то это, естественно, уже не семья. На уроках обсуждают устои, традиции и принципы построения русской семьи. Влияние на развитие ребенка общения с родственниками. Темы позволяют детям вникнуть в историю собственной семьи, затрагивают отцовство и материнство. Семья – это многосторонняя и многогранная жизнь, которая начинается с самого рождения человека. В школе мы такого не проходили. Я здесь только вот этот предмет прохожу первый раз. Мне очень нравится. Ничего интересного я не слышала. Как бы много ни говорили сегодня о негативном воздействии на ребенка, улицы и средств массовой информации, исследования показывают, что влияние семьи сильнее, чем воздействие других факторов. Например, влияние семьи на развитие ребенка составляет 40%, СМИ – 30%, школы – 20%, улицы – всего 10%. Большинство родителей не осознают, как важно быть вовлеченным в образование своих детей. Будем надеяться, что родители будут обращать внимание на эти предметы. Но опять же, чтобы ребенка воспитать, нужно и самому как-то меняться. А взрослый человек меняться очень сильно не хочет. Обширное поле для работы, совместного диалога и, не побоюсь этого слова, спасения подрастающего поколения. В тяге к дополнительным знаниям дети с удовольствием посещают воскресную школу. Они искренне интересуются всем, задают вопросы. Однако в обыденной жизни им приходится отстаивать свою точку зрения, взгляды и вкусы перед сверстниками. А на уроках они все в кругу единомышленников. Поинтереснее, чем… Да, эти, знаете, даже никогда не увлекался такой интереснее даже в школе. Такой увлекал… Этот предмет меня увлек, так как я как-то вчитываюсь, а так, в принципе, в школе даже не так увлекательно. Как-то в предметами сидишь, дослушаешь, а тут даже как-то задумаешься немного о себе, о будущем. У нас маленькая аудитория, то есть очень радостно, что эти дети хотя бы слышат то, что написано в этих книгах. Но на самом деле хотелось бы, чтобы это было гламальное.